Меня зовут Алина Гончарова, и я в этом видео расскажу про горшки для живых камней. Что-то капнуло на меня. Сейчас я буду показывать различные варианты горшков, как можно и как нельзя. Рассказываю. Размер горшочек. Горшочек нужно выбирать адекватно, ориентируясь на само растение. Если у вас растение очень маленькое, то горшочек надо выбирать тоже маленький. Если у вас растение среднее, то вы можете выбрать стаканчик 0,2, либо кунь-горшочек 0,2-0,3 объема. Но если у вас много растений, они у вас уже взрослые, крупные, уже выбираем 0,5 литр объем. Вот, допустим, вот такой вот у меня есть. Какие неправильные варианты посадки? Вот такой есть вариант. Растение уже размножилось, они большие, поэтому вот этот стаканчик будет для них очень маленький. Ну, вы посмотрите. Для таких растений нужно выбирать уже вот такой стаканчик как минимум. Дальше. Вот такой есть стаканчик. Ну, это прям вообще кошмар на самом деле. Опять же, для этого растения я советую минимум брать вот такой тоже пол-литровый горшочек. Вот, посмотрите, насколько разница. Ужас. Теперь наоборот. Если у вас растение очень маленькое, и вы берете большой горшочек, без проблем берите. Все, что больше можно, все, что меньше, не стоит. Вот, допустим, здесь есть два небольших маленьких литопсика. Глубина горшочка должна быть в два, в три раза больше, чем само растение. Корневая система у живых камней может вырасти до 10-12 см, а то и больше. Это им надо для того, чтобы зацепиться в почве и иметь устойчивость. А также растение своими корнями в разные стороны, посылая их, вытягивает воду справа, слева, сбоку, снизу и прям высасывает водичку. Поэтому я вам советую выбирать средние, либо глубокие размером горшочки. Неглубокие горшки, конечно, можно использовать. Даже в Екатеринбургском и Таническом саду живые камни росли в неглубокой горшочке. Я это видела. Конечно, они расти там будут, но нюанс будет только в том, что они не будут у вас большие. Для того, чтобы живые камни были большие, их корневая система должна развиваться вниз, вглубь, держаться в почву. Следовательно, само растение тоже растет и развивается. Поэтому вы можете садить и в плоские горшочки, но будут только они маленькие, сильно растения не будут. Следующее, о чем хочу вам рассказать, про материал горшочек. Материал горшочка чаще всего у нас либо глиняный керамический, либо пластиковый. Какой лучше выбрать? И тут я вам скажу очень полезную информацию. Ее вы не прочитаете нигде. Это только чисто уже выявлено из опыта. Смотрите. Первое. Проанализируйте ваше место, где растет ваш живой камень. Если у вас зимой, зимой, очень жарко на окне, ну примерно плюс 16, плюс 20, а то и плюс 25, обязательно вы в таком случае выбираете керамический или глиняный горшок. Очень важно, чтобы у этого керамического или глиняного горшка были толстые стенки. Почему вам нужно выбирать такие горшки? А потому что именно эти горшки помогут вам зимой опустить температуру почвы для живых камней. То есть вот эти горшки понижают температуру на 2-7 градусов. И вы можете этими горшками добиться уменьшения температуры, чтобы ваше растение спало зимой. Гениально! Если у вас растения зимуют на веранде, на балконе, в теплице или в оранжереи, и зимой у вас очень низкая температура, то у вас могут спасти пластиковые горшочки. Почему? Потому что пластик очень быстро нагревается, даже от солнечных лучей. Поэтому в вашей ситуации нужно использовать вот такие вот горшочки. А если у вас температура нормальная, то, конечно, из этих двух вариантов я вам посоветую выбирать глину или керамику. Обязательно! У вашего горшочка должна быть дырочка. Даже советую вам, чтобы дырочек было побольше. И обязательно у вашего горшочка должен быть поддончик. В этот поддончик будет стекать излишек воды при поливе. Вода не должна задерживаться. Какой горшок нельзя выбирать? Нельзя выбирать горшочек без дырочек. Вода будет там скапливаться. Корневая система живых камней загниет. Также нельзя использовать для живых камней стеклянные горшки, либо флорариумы. В этих стеклянных горшках также происходит загнивание растения. Живым камням обязательно нужна пористая земля, чтобы там был дренаж, чтобы там было много кислороду, корня. Чтобы там было суховато, вода быстро проходила и не задерживалась. Нельзя выбирать флорариум. Да, это очень красиво. Мне само очень нравится. Получаются красивые композиции в шарике, в таком. Милые можно подарить. Но, к сожалению, у флорариума есть очень много минусов, из-за которого живые камни в нем не смогут расти, либо вскоре помрут. Первое. Во флорариуме нет дырочки внизу. Вода должна обязательно стекать вниз, проходить и не задерживаться в почве. Второе. Живым камням обязательно нужно воздушное пространство, кислород в почве, дренажная почва. Флорариум весь закрытый, поэтому кислород в почву поступает очень мало. Конечно, можно использовать много-много-много камней, можно использовать дренаж, песок, какие-то крупные частички. Вот в этом случае еще как-то живой камень может еще расти. В других случаях, когда просто земля, просто песок, фракция почвы 1-2 мм, растение максимально задыхается. Где взять горшочек? Сейчас выбора горшочков стало очень много. Вы их можете купить как в магазине для садоводов, в различных строительных магазинах Ашан или Касторама, Леруа Мерлен, есть еще магазин Аби. Далее, вы можете купить горшочки даже в самых дешевых магазинах, как фикс прайс, все по 37, различные пятерочки, дикси или в просто цветочном магазине на остановке. Конечно, чаще всего в магазинах мы увидим вот такие вот пластиковые горшочки по 5-10 рублей. Может быть и дешевле, может быть и дороже. Горшочки удобные. Если у вас достаточная влажность и хорошие условия, то вы можете садить свои растения в эти горшочки. К сожалению, у меня ситуация такова, что мне в этих горшочках не очень выгодно садить растения. Влажность у меня невысокая для растений, поэтому лично я этими горшочками не пользуюсь. Керамические горшки можно купить также абсолютно во всех магазинах, от строительного до самого дешевого фикс прайса по 70-90 рублей. А вот глиняные горшки самые редкие. Их трудно на самом деле достать. Я доставала, знаете где, глиняные горшочки. Я видела, опять же, в строительных магазинах, как Леруа Мерлен. Можно зайти на сайт, посмотреть, либо позвонить, спросить, есть ли в вашем городе или нет. Потом можно достать у кого-то, кто работает в гачарной мастерской. Они тоже продают по 100 рублей, по 200. Потом можно найти группы в Инстаграме с глиняными горшочками. И я вам хочу посоветовать несколько сайтов. Можете попробовать найти на сайте Озон. Можете найти на сайте Simoland. Есть такой сайт. И еще вы можете заказать горшочки в различных оптовых компаниях, которые занимаются пластиковой посудой, одноразовой посудой. В нашем городе, Челябинск, есть только магазин Аквамарин. Я сейчас покажу на примере своих. Вот, посмотрите. Вот здесь растут живые камни. И посмотрите, какой у меня стаканчик. Да, я взяла стаканчики для растений, потому что они очень хорошо влезли у меня в подложку. Другие стаканчики и горшочки не влезли. На этом у меня все. Если у вас есть какие-то еще вопросы, обязательно пишите мне. Либо вы можете написать мне в группу ВКонтакте, в Инстаграме, в Фейсбуке, на Ютюбе, Однокласснике. Я стараюсь быть везде доступной для вас.